Друзья, всем привет, с вами Яков. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим, как лучше фармить с гоблинов в игре Diablo 3. В данный момент у игрового сообщества вызывает интерес всего два гоблина. Это гоблин-дрессировщик, который раздает питомцев, а также радужный гоблин. После убийства этого гоблина открывается портал в пони левел, а оттуда, если конечно же повезет, вы можете вытянуть космокрылья. Так вот все гоблины, как два перечисленных выше, появляются практически во всех локациях. Но я вам назову четыре локации, и на них встретить этих мелких прокастников есть у вас довольно-таки неплохой шанс. Чтобы попасть в первую локацию, вам надо отправиться во второй акт в место под названием Древний Водосток. Там спускайтесь в западный канал первый уровень и полностью облазите эту локацию. Если тут гоблина у вас не попадется, то спускайтесь на западный канал уровень 2 и тоже оббегайте ее полностью. Если у вас, допустим, прокнут гоблина на первом уровне, это не значит, что надо выходить. Дальше пробегайте и спускайтесь на уровень номер 2. Потому что у меня очень много раз было, когда у меня и на первую локацию попадался гоблин, и на вторую сразу же. Далее переходим в первый акт, и первая локация, которая нас интересует, это Королевские Гробницы. Она очень короткая, и вероятность третья здесь гоблина тоже довольно-таки высока. Далее, не выходя с первого акта, мы перемещаемся в локацию Южное Высокогорье. И нас тут интересует пещера клана Луны. Что первый уровень, что второй уровень. Тут все то же самое. Если вам попался гоблина на первом уровне, это не значит, что вам не попадется на втором. То есть вероятность третья из гоблина, что на первом уровне, что на втором, довольно-таки высока. Ну и последняя, четвертая локация, это локация в третьем акте, которая называется Ариасский Кратер. Почему выбираются именно эти четыре локации? Потому что, во-первых, они довольно-таки короткие. И практически ко всем, но кроме, конечно же, пещеры кланы Луны, мы можем попасть непосредственно через телепорт. И обижать их не составит никакого труда. Я побегал по этим локациям в течение 40 минут. И за этот промежуток времени у меня попалось около 50 гоблинов. Правда, ни одного радужного или дрессировщика, но что есть, то есть. Используются, конечно, лучшие билды для фастфарма. По мне, идеальный вариант в данном случае, это, конечно же, колдун-питавод с помощью злой курицы играющей. То есть использующий сет Манаджумы. Так что, кто ищет гоблинов, что-то найти, космокрылий или новых питомцев, я надеюсь, для вас будет этот гайд полезным. По мне, идеальный вариант для того, чтобы искать этих гоблинов, это вот эти четыре локации. Но я на этом моменте буду свое видео заканчивать. Я надеюсь, оно было для вас полезным. Я же с вами прощаюсь. Всем удачи, не фалимы. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.